Вчера я присутствовал на общественных слушаниях в администрации Советского района так называемый сход граждан по поводу работы предприятия «Русал» на территории города Красноярска. Эти слушания были достаточно эмоциональны, они были в негативном плане, потому что общественники были раздражены, народ был встревожен, и на то у людей была большая масса причин. Во-первых, как проходили эти слушания? Почему на общественные слушания не дали возможности по требованию общественности высказаться в начале этих слушаний? Если общественность так хотела, их вообще кто проводит? Почему на этих слушаниях при выступлении общественников было принято решение вызывать полицию? Это вообще что? Может быть это в таком случае совещание администрации Советского района и представителей какой-то ООО, которые заказали провести эти слушания от имени «Русала». Но людей раздражало другое. Людей раздражало наплевательское такое, хамское, полностью отстраненное в плане уважения политика со стороны как исполнительной власти, так и со стороны руководства предприятия. Первое. То, что на это слушание привезли порядка 150 человек сотрудников «Русала», которые так или иначе ангажированы, и у них нет вариантов, они являются сотрудниками, их понять можно. Глаза не прятали, им было стыдно, ну за исключением трех запивал, которым заранее было проплачено. Такие люди всегда присутствуют на подобных совещаниях. Но туда пришли наши с вами красноярцы, которые отстаивают право жизни наших детей, экологии. Туда пришли родители, у которых дети больны онкологией. И они абсолютно правильно, задавая вопрос, спрашивают, а что же Красноярск, конкретно Красноярск, поиметь с того, что завтра мы разрешим этому предприятию, не участвуя в экологической программе в плане очистных сооружений, еще семь лет принимать, работать в этом направлении. Причем не сокращая выбросы, что с этого получат граждане. Так вот на этот вопрос, кроме каких-то скупых схем, аналитики, приготовленные тоже русалом, предоставлено не было. Но зато каждое слово показывало гражданам, что вы здесь никто. Очень интересный подход. То есть очень интересный подход с точки зрения предприятия, которое одной ногой находится в США. Нам загрязняет здесь воздух. Людей ведь интересует то, чем они дышат. Когда зимой говорят, закройте окна и не выходите на улицу, потому что нечем дышать, это норма для Красноярск, нам начинают рассказывать радужные перспективы. Прозвучала такая цифра, что 47% выбросов в городе – это русал. То есть эту цифру очень сложно найти, но она такая цифра прозвучала в одних из средств массовой информации. Это серьезная цифра. Она умножает на ноль все заявления предыдущие, как главы города, так и главы региона, о том, что у нас частный сектор, о том, что у нас СГК, машины и так далее. Это 47%. Что имеет город от этого? Социалка с русала полностью вся снята. Мы же видим, что никто не строит детские сады, школы. И то, что нам пытаются представить в плане озеленения, то, что занимается русал, да как-то его плановая работа, потому что при таком вредном производстве, без озеленений, охранной зоны, речь идти не может. С какого, можно сказать, перепуга администрация города решила отдавать земли под застройку жилыми домами в зоне охраны? Для нас осталось загадкой. Почему там строят? Ну, соответственно, наверное, для того, чтобы наварить какие-то определенные средства. Но сегодня речь не об этом. Сегодня речь о том, что должна была сделать исполнительная власть по отношению к такому крупному предприятию, которое работает здесь. Во-первых, для чего нужна власть? Для чего нужен губернатор правительства Красноярского края? Это люди, которые обеспечивают интересы населения в первую очередь. И защищают интересы населения в первую очередь. А также являются диалоговым окном между бизнесом, населением. И гарантируют, что этот паритет не будет нарушен ни с одной стороны. То, что я увидел вчера, у меня сложилось абсолютное ощущение того, что власть, губернатор, правительство, администрация города, они делают все для того, чтобы разжечь среди людей чувство классовой ненависти. Делают все для того, чтобы уничтожить диалог между предприятиями и людьми. Но в дальнейшем, самое основное, для чего это делается, я, к сожалению, не понимаю. Но это наносит колоссальный урон бизнесу любому. Потому что можно было, если ты здравый руководитель региона, выставить диалог по-другому. Во-первых, надо было собрать граждан, как минимум, в большом концертном зале. Объявить на весь город об этом. Должен был выступить губернатор. Гарантировать гражданам интересы красноярцев. Сколько будет сделано со стороны русала, если вдруг красноярцы позволят предприятию работать в дальнейшем в том режиме, в котором он хочет. Что будут иметь каждый гражданин в отдельности, а это может быть очень большой спектр. Включая какие-то преференции по здравоохранению, по образованию, по озеленению, по местам общего досуга. То есть, весь этот спектр, когда и как он будет проводиться. И что до тех пор, пока это не будет внедряться, власть будет гарантировать, что и работать предприятие в том режиме, в каком оно желает, не будет. По той причине, что вообще на всякий случай администрация Красноярского окрая 7 лет назад была договоренность с русалом, то, что в богучан они переносят грязное производство, самые грязные цеха, которые работают на территории города. В богучанах установлены современнейшие цеха, современнейшая очистка, и чуть ли не новозеландские коровы могут вокруг них ходить и давать экологически чистое молоко. Но в итоге, в итоге этого сделано ничего не было. В итоге сейчас просто просят взять и разрешить дымить дальше, как это было. Причем при этом власть наглейшим образом показывает людям, что они никто. Но я думаю, в таком случае власть добивается того, что люди камня на камень не оставят от этого предприятия, потому что пойдут протестные настроения, митинги и так далее. И этого не может не понимать руководство Красноярского окраина. Отсюда и дело вы, что это делают специально. Может быть для того, чтобы навредить русалу и навредить гражданам. А может быть, чтобы сделать и то, и другое одновременно. Если так дело пойдет дальше, ни о каких бизнес-проектах, ни о каких реализации, как общественного, так и коммерческого, на территории Красноярского края говорить не стоит. Но, к сожалению, данная власть не способна к этим делам. Она не видит и не знает, как это должно быть. Почему? По той причине, что не пользуется никаким авторитетом. Я не представляю, как губернатор Красноярского края может выйти красноярцем и что-то начать говорить, а тем более обещать. Потому что ни одному его слову не поверят. После того, что произошло с нашей тайгой, с нашей экологией, после всех этих громких коррупционных скандалов, похищению, воровству, то, что происходит в Красноярском крае, никто не поверит, любое слово будет только раздражать. Ну и, в общем, информация к размышлению. Я думаю, она должна касаться всех. И красноярцев, и органы государственной власти. О происходящем в Красноярском крае и вчерашние слушники показали. Ну, во-первых, взяли рабочих мужиков, столкнули с общественностью. То есть, с гражданами, которые живут в Красноярске. Что это? Ну, понятно, что это разжигание чувства классовой ненависти, ненависти между людьми. Взяли народ и столкнули с финансово-промышленной группой. Что это? Ну, на мой взгляд, если рассматривать с точки зрения того, как это проводило, это диверсия. А в общем и целом, если подытожить, то, мне кажется, это умышленное создание напряжения в обществе за счет финансово-промышленной группы для разложения и уничтожения работы вообще всех институтов в Красноярске. Включая институты органов государственной власти. И вот это уже серьезно. И кто за этим стоит? За этим стоит администрация Красноярского края. Администрация Красноярского края. Сложить вот эти вот парадигмы в сознание несложно. Дальнейшие последствия для всех. Я думаю, понятны.